Здарова, народ! Это видео будет иметь вид некого подкаста, ибо сейчас у меня желание выговориться. Для начала расскажу небольшую предысторию, из-за которой я решил записать сие видео. Два дня назад я, как обычно, пинал хуи вместо подготовки к РПА-ИГУ. Было довольно поздно, и тут у меня появляется интерес узнать, что люди думают о Даркнете. Ну, сказано-сделано, я залез на самый простой анонимный чат, настроил возрастную категорию 18-30 лет и начал свой эксперимент. Каждому из своих собеседников я задавал всего лишь один вопрос, а именно, знает ли он что такое Даркнет, и если он знает, то я просто просил его дать определение. И, господа, такого пиздеца я не ожидал. В принципе, ответы вы сейчас видите на экране, ну, это просто пиздец. После 70 ответов я полез искать на ютубе, что снимают об этом, ибо люди же узнали откуда-то эти вещи, ну и тут я охуел дважды. Ибо такое количество дегенератов, которые снимают видео по теме, в которые они шарят, я нигде не видел. А больше хохму добавляет то, что их смотрят маленькие школьники и ставят их слова в абсолют. И немного похуевав от этого, парав с другом, я решил записать те видео, в котором хочу немного пролить свет на данную тему. Начнем с определения, чтобы вы поняли, что есть что. По своей сути, Даркнет не является чем-то страшным, закрытым и так далее. Если совсем уж на пальцах, то Даркнет это просто частная пер-ту-пер-сеть, которая использует кастомные протоколы и порты, и в которой любой фэл-обмен проходит анонимно из-за скрытых IP-адресов. Также в соединении могут участвовать только доверенные пиры или же друзья. И это все, все, что подходит под это описание является Даркнетом. К тому же многие путают понятия Дипвеба и Даркнета. Дипвеб это, или же глубокая паутина, это обычный набор сайтов, которые не индексируются поисковыми системами. Формально любой сайт, который сделал Вася Пупкин-Залубкин, может быть Дипвебовским, если на него нет ссылок в базах данных поисковых систем. Все, теперь поговорим о том, что отвечали люди на мой вопрос. Некоторые говорили про Ониан-домены и Тор. Да, да, это является Даркнетом, но это просто самый популярный Даркнет, а Ониан-домены это домены, которые работают только в этой сети, то бишь в сети Тор. И все. А поэтому о Даркнете говорить как о едином целом, тупо Даркнет создать можно самостоятельно. Берем свои протоколы, делаем peer-to-peer сеть, делаем скрытие IP-адресов, и вуаля, у вас есть собственный Даркнет. Добавляйте своих школьников друзей и общайтесь как настоящие анонимусы. Второй, более важной проблемой является то, что абсолютно все сравнивали Даркнет с какой-то нелегальной площадкой, мол, там можно достать ЦП, наркоту, оружие и так далее. Да, 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 да. Там можно достать это в определенных местах, определенных Даркнетов, можно достать данные приблуды. Но, как я уже говорил, это не определение Даркнета, все, что они сказали, является просто субъективными характеристиками непонятно чего. Конечно, но для ЦП можно достать просто в Инстаграме, у некоторых школьниц лет 13-ти. Думаю, буду заканчивать это видео. Пожалуй, основной посыл этого бреда был в том, чтобы люди более тщательно изучали материал перед тем, как рассказывать о нем своей аудитории, ибо за это вырастают такие дауны, которые считают, что Земля плоская, а Даркнет — это форум для продажи людей. Кстати, если вам понравилось это видео, то пишите об этом в комментах, и я, разумеется, сниму что-нибудь еще на данную тему. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok